Hallo, ich bin Lyra und ich habe heute ein vorher-nachher-фoto gemacht. Davor habe ich mich noch nie so fotografiert. Das war zum ersten Mal. Всем привет! Сегодня я сделала фотографию vorher-nachher, до, после. Зачем? А чтобы разобрать эти слова, vorher-nachher, и еще есть кучка других, которые друг на друга очень похожи, но употребляются немного по-разному. Чтобы в них не путаться, давайте вы тоже сделаете для себя vorher-nachher-übung. Упражнение. Упражнение короткое. Здесь пропущены шесть слов, вам нужно правильно их расставить. Сейчас я предлагаю нажать на паузу и сделать это упражнение. Это будет ваше vorher. А после видео вы можете его еще раз сделать, nachher, да, после, и посмотреть на результат. Если вы легко справились с упражнением, то можете прямо сейчас поставить лайк и не смотреть это видео до конца. Потому что у вас с этими словами, скорее всего, нет никаких проблем. Но если вы где-то сомневались, то давайте разбираться. Первое предложение. Прежде чем. Мы будем запоминать это слово before как прежде чем. И мы не можем и в русском предложении прежде чем сувать куда попало, да? Мы сразу понимаем, что если я уже сказала прежде чем, то я должна объяснить дальше. Так и здесь. Before стоит в начале предаточного предложения. Before ich gehe. И здесь вы видите, правило предаточного предложения, что глагол убегает в самый конец. Before ich gehe, предаточное предложение закончилось, но оно полностью заняло первое место. Значит, на втором месте стоит глагол. Так случается всегда, когда предаточное предложение стоит в самом начале. Итак, before ich gehe, trinke ich ein glas Wasser. Прежде чем я иду, пью я стакан воды. Можно красиво перевести. Прежде чем я иду, пью я стакан воды. А вот следующее слово, vor, это у нас предлог. В слове предлог спрятано перед. Предлог. Значит, предлоги стоят перед существительными. Vor dem weg gehen trinke ich ein glas Wasser. Перед выходом пью я стакан воды. Итак, еще раз, before, это у нас слово, которое вводит предаточное предложение. Оно стоит в начале предаточного. Глагол убегает в конец. А for мы используем перед существительным. Вообще, предлог for означает еще и не только время, но и место, да? И тогда оно может на вопрос vor hin требовать accusative, на вопрос vor dative. Но здесь речь идет о времени, а на вопрос ван всегда нужен датив. И мы его видим vor dem weg gehen, перед выходом. Следующие три слова, for her, da for, zu for, синонимы. И все они обозначают перед этим. Как и в русском языке, слово перед этим я могу засунуть куда угодно. Оно не такое, да, как прежде чем. Или не такое, как перед, как мы перевели for. Так вот, for her, da for, zu for – это наречия. Вы можете их спокойно расставлять на любое место. Конечно, не на второе, на втором должен быть глагол. Но помните о том, что немцы про время любят говорить в начале предложения. И разница в этих трех словах, наверное, только то, что zu for звучит более официально. И значит, реже употребляется. Итак, ich gehe um neun, я выхожу в девять. И это же предложение в прошедшем времени. Вы можете подумать, а что это у нас тут? Вроде бы, как будто бы на втором месте стоят все эти vorher, da for, zu for. Но нет, я вам напоминаю, что слово aber не занимает место, занимает нулевое место. То есть мы его просто игнорим, и получается, что vorher, da for, zu for стоят на первом месте, а на втором, как и нужен, глагол, вспомогательная часть глагола. Итак, я вышла в девять, но перед этим выпила еще стакан воды. Переходим к словам, которые означают «после». Итак, у нас в придачном предложении перед этим было before. А вот если это случилось после того, как, тогда у немцев есть nachdem. И мы понимаем, что после того, как, это у нас непростое слово. Но nachdem тоже делает нам придачное предложение. Значит, нам глагол нужно поставить в самом конце. nachdem er gegessen hatte, после того, как он поел. И обратите внимание, здесь у нас использовано время плюс к вам перфект, предпрошедшее время. Вот этот nachdem очень часто используют как раз-таки с плюс к вам перфект. Итак, после того, как он поел, то есть это в прошедшем времени случилось еще раньше, и он в прошлом еще сделал прогулку, но до этого, предпрошедшее время, еще сделал, ой, еще и поел. Итак, после того, как он поел, сделал он прогулку. А вот наш короткий nach, так же, как и vor, это просто предлог, стоит перед существительным. Nachdem Abendessen macht er einen spaziergang. Nach требует всегда dativ, и мы его видим. После ужина делает он прогулку. Следующее, dann и danach, помогают нам показать поочередность действий. Dann – это потом, danach – после этого. То есть мы их довольно-таки свободно, да, используем. Но, пожалуйста, не путайте именно dann, потому что часто запоминают его как denn. Не надо. Dann – это потом. Итак, он кушает, после этого делает он прогулку. Er isst, danach macht er einen spaziergang. Danach – заняло первое место. Macht – глагол на втором месте. Все нормально. Er isst, danach macht er einen spaziergang. Und dann geht er schlafen. А потом идет он спать. Здесь вы можете dann и danach поменять местами, как бы особого значения это не имеет, как и в русском языке я могу говорить потом, после этого. То есть особой разницы нет. Есть еще одно слово – nach her. Что такое nach her? Это, в принципе, тот же после этого, тот же потом. То есть можно было бы сказать, что это тоже синонимы, но nach her имеет еще одно такое значение, что это произойдет быстро. К примеру, ich esse gerade, я ем сейчас, да, в данный момент. Nach her mache ich einen spaziergang. После этого сделаю я прогулку. Это будет означать, что, скорее всего, очень быстро после еды я пойду делать прогулку. И поэтому очень часто именно вот в настоящем времени какое-то предложение стоит. Я делаю это. После этого – nach her – значение «сразу же потом». Ну, конечно, этот nach her может и длиться дольше, да. Нельзя сказать, что мы используем nach her, например, если пройдет не больше скольки-то часов. Но имеется в виду чаще всего, что это произойдет быстро, в тот же день. Хотя бы, да, давайте как-нибудь и границы расставим. Поэтому, когда нам говорят «bis nach her», мы понимаем, что с этим человеком мы быстро встретимся. А вот когда нам говорят «bis später», то мы понимаем, что, может быть, и довольно-таки долго времени пройдет, пока мы увидимся. Так что «bis nach her» – встреча будет ближе. «Bis nach her». Если вы договорились, например, сегодня же встретиться, то вы можете сказать «bis nach her». Вот такое слово интересное. Итак, мы разобрались. Давайте немножко срезюмируем. Слова «before, nach dem» делают предаточные предложения. «Before, nach dem» – Когда мы их видим и используем, то глагол сразу убегает в конец. «Before» – прежде чем, nach dem – после того, как. «For» и «nach» – это предлоги. Ставим их перед существительными. Перед существительными в дативе, потому что вопрос «for» здесь имеется в виду вопрос «wan» – когда. А «nach» – он всегда датив. «For here», «to for», «to for» – можно перевести как «перед этим». Используем довольно-таки свободно, где захотим, как захотим, только следим, чтобы они не занимали второе место. Второе место – место глагола. И помним, что «to for» звучит более официально. Слова «dannach» и «dann» помогают нам показывать поочередность действий. «Сперва», «потом», «после этого». Так вот, «dann» – это «потом», «dannach» – «после этого». А вот «nachher» помните, что вы его используете тогда, когда имеете в виду, что что-то произойдет довольно-таки быстро. И мы вернемся к нашему упражнению. Теперь я надеюсь, что вы сделаете это упражнение намного легче. Можете нажать на паузу, перепроверить, все ли вы правильно сделали. Ну, а я пробегусь и переведу все-таки это упражнение. Итак, «nachdem ich gegessen hatte», после того, как я поела, musste ich noch eine e-mail schreiben. Должна я была еще написать e-mail. «Nachdem» – передачное предложение. «Dannach», «после этого», «binn ich mit freunden in die disco gegangen». «После этого» пошла с друзьями на дискотеку. И здесь мы видим, что и существительное, и оно еще и в датеве, потому что «die диско». И мы понимаем, нужен предлог. «Nach der Disko sind wir noch durch die Stadt gelaufen». После дискотеки мы еще по городу прошлись. «Laufen», хотя часто бегать, но еще и ходить пешком. И здесь в диалоге «Ich freue mich schon auf das Essen heute Abend». «Sich freuen» – если вы видите, что он стоит с «auf», значит, этого еще не произошло, но вы уже радуетесь тому, что произойдет в будущем. Лучше перевести это как «Я с нетерпением, с радостью жду», да? «Я с нетерпением жду ужина сегодня вечером». «Ich auch, aber bevor wir kochen können, müssen wir noch einkaufen». «Я тоже, но…» И мы видим предаточное предложение, потому что глаголы собрались в конце. «Но прежде чем мы можем готовить, мы должны еще и закупиться». «Я, ich weiß, das mache ich». «Вollen wir vor dem Essen noch etwas spielen?» «Да, я знаю, я это сделаю». «Давай», кстати, «волen wir», переводится «давай», «давай еще перед едой немного поиграем?» «Warum nicht?» «Почему нет?» «Абе vorher müssen wir noch die Wohnung aufräumen?» «Но перед этим должны мы еще квартиру убрать». Надеюсь, что теперь вам все эти слова понятны и вы не будете с ними путаться. «Алсу, алес гуте, бис нахе, до скорого!» «Алсу». «Алсу!»